Всем привет! Сегодня у меня на обзоре трэшовые пробочки. Вот они. Это пробки, которые были мной найдены лично в моем городе, либо в поездках в других городах. И это пробки, которые сейчас нереально встретить ни на улице, ни найти, ни в продаже. Такими пробками уже напитки не закрывают. Поправьте меня, если ошибаюсь. Пробочки, которые находятся в нижнем ряду, вот эти четыре мне удалось заменить. У меня есть по одному экземпляру в очень хорошем состоянии. Я их либо обменяла, либо приобрела. Все остальные нет. Итак, золотая бочка. Она очень ржавая. Как и все другие пробочки, эти пробки не годятся, чтобы хранить их в коллекции. Да, они у меня есть. Мне жаль их выкинуть, но в коллекцию я их положить не могу. Вторая пробочка золотая. На ней написано «Москва». Насколько я знаю, это трехкорное пиво. Сейчас пробки современные вот такие. Следующая пробка – это в Кавказске «Минеральные воды». Я нашла эту пробку в Пятигорске, но мне удалось ее заменить на отличный вариант. Уральский мастер – это пиво, которое производилось несколько лет назад. А вернее, оно до сих пор производится, но сейчас пиво «Уральский мастер» закрывается только лысыми пробками. Такой пробки я больше нигде не встречала. Интересная пробка Клинская. К сожалению, у меня нет ее в хорошем состоянии. Также я ищу другие пробочки Клинская в свою коллекцию. Вот эта пробка, где Мишка пьет из бочки, очень интересная. Написано «Пикон», телефонный код города Кунгур. Я нашла эту пробку на улицах города Кунгур. Это Пермский край. Кунгур известен своей ледяной пещерой. Год назад мы были в поездке, посещали пещеры. В нашей гостиничке продавали такой лимонад. Он стоил в стекле 40 рублей. К сожалению, я тогда его не купила. Сейчас я жалею. Но тогда я уже собирала пробки. Но мой интерес был не сильно. Высокий я не приобрела. Ничего страшного. Дальше в Перми я нашла вот такую пробочку. Каянова. Это село в Пермском крае. И этими пробками закрывают безалкогольные напитки, лимонады в Пермском крае. Следующая пробка с дубом. Очень интересная. Несколько лет назад такими пробками закрывались свои продукты. Полевская первоварня. Это Свердловская область. Город Полевской. Сейчас они используют пробки нового дизайна. Похожую на эту. Пиво Клинское. Замечательная пробка. К сожалению, я нигде ее больше не встречала. Мне бы хотелось найти ее в хорошем. Сохранив коллекцию. Следующая. Сокол. Сокол это напитки безалкогольные. Производится, по-моему, в республике Башкортостан. Город Уфа. Это опять Пермский край. Пробка выгорела. На ней 2012 год. Я нашла ее на улице совсем недавно. Она в плохом состоянии. Вот эти лучики. Это было солнышко. И рядом дельфинчик. Они были желтого цвета. Такими пробками закрывали в Пермском крае лимонадные напитки. Пробка Козел. Черная. Это пробка старого дизайна. Она тоже плохая. Я не хочу добавлять ее в коллекцию. Старый дизайн пробки. Это без года. Без обозначения года. Есть аналогичная пробка Козел. Светлый. Итак. Клинская. Тоже пробочка, которая несколько лет назад выходила в этом дизайне. Комикс. Тоже пиво Клинская. Сибирская Корона. Предыдущий дизайн. И Невская. Вот такие пробки. В плохом сохране. Это просто трешовые. Это тот вариант, когда просто жалко выкинуть. Они у меня просто есть. Однажды я обязательно заменю их на хороший вариант. Найдите пять отличий. Вот те пробки, о которых я говорила. Пробка с дубоком. Это Полевская пивоварня. Свердловская область. Слева пробка, которой сейчас закрывается пиво. Жигулевская. И пробка старого дизайна. И козел. Пиво Козел. Здесь год. Современная пробка, которую сейчас можно встретить очень часто. А это пробка старого дизайна без обозначения года. 1874. Еще одна пробочка. Это козел светлый, который я нашла совсем недавно. Несколько дней назад. Я никогда такую пробочку не видела. Вероятно, это пробка старого дизайна. Ну что же. Я попыталась ее очистить. Но очистилась она плохо. В таком состоянии я не хочу добавлять пробку в коллекцию. Снимаю обзор. Это крышечки, которые у меня появились в коллекции за последнюю неделю. Это 7 штук. Я очень рада. Первая крышечка у меня появилась в Карлфберг фрешка. Потом Хайнекен. Вот эта пробочка. Я не помню ее название. Амора коктейл. Миллер безалкогольная. Пивоваренный завод. Чепецкая и Балтика. Мне очень нравится этот результат. Эти пробки у меня появились в результате поисков на улице. Кроме одной Балтика я купила бутылку. Это Балтика Семерка Мягкая. Новый дизайн пробки. Я очень рада. Хотя в данный момент, в данный период я не активно собираю пробки. Я не обмениваю, не покупаю. Только немного стала собирать на улице с приходом весны. Отличный результат. Всем спасибо. Это был обзор на мои трешовые пробочки, которые я нашла, но которые не могу положить в коллекцию. Хотелось бы заменить. Мне интересно. А вы собираете пробки, которые не в хорошем состоянии в коллекцию? Есть ли такие из вас, с которым в принципе все равно? Наверное, я просто визуал. Либо во мне умер перфекционист. Но я хочу, чтобы красивые пробочки лежали в коллекции. А пока я показываю вам свой новый челлендж. У меня не хватило места, чтобы выложить слово пробки. Я просто составила слово про. На этом всем спасибо и до свидания. Пока-пока.